Всем привет, друзья! Я Евгений Романенко. 30-31 октября в Грузии состоялось традиционное празднование дня рождения вайтпепера биткоина и первой в этой стране криптосварьбой. Генеральным партнером выступил фонд Амир Капитал, с которым плотно работает герой и наш крипто-жених Георгий Калмогорцев. Георгий, приветствуем тебя и твою супругу Альбину. И гостем от Амир Капитал был Марат Манбаев, президент фонда. А сегодня со мной на связи Павел Волков, руководитель проектного офиса фонда Амир Капитал. И мы продолжим с ним сегодня разговор о фонде. Павел, для начала приветствую и благодарю за поддержку. Не просто празднование дня рождения биткоина в Грузии, в данном случае речь не вместе и не во времени, а в том, что вы поддерживаете это явление. И как ни крути, находимся мы все вместе, находимся в авангарде стремительно развивающейся криптоиндустрии мира. Спасибо большое, Евгений. Да, очень приятно, что пригласили. Мы криптоэнтузиасты, как и вы, поэтому мы не могли обойти стороной этот праздник. Все верно. Ну что ж, давайте поговорим о фонде более подробно. С одной стороны, фонд конструкция понятная. Он объединяет средства инвесторов и вкладывает их в активы. У любого фонда есть всегда пассивная активная сторона. Давайте начнем с того, а куда, собственно, фонд инвестирует. Это более интересно. В какие активы, крипто и, может быть, не крипто. Все, что можно рассказать, расскажите, сделайте. Обзор инвестиционной декларации фонда. Будем говорить прямо в правильной терминологии. Да, у нас свой портфель, он разделен на несколько частей. Если крупными мазками, то можно говорить о трех основных частях портфеля. 60% средств инвесторов вкладываются в так называемые долгосрочные инвестиции. То есть от двух до восьми лет. Раскладывается это в том числе и по криптовалютным активам. Именно в долгосрок, по самым перспективным. Ну, понятно, там биткоин занимает какую-то долю, эфириум, топ-10 криптовалют. Также в эти 60% входят инвестиции в недвижимость. У нас есть такой проект ART, который на этом специализируется. Мы выкупаем отельную недвижимость по всему миру. Отдаем на управление. И тем самым мы и сохраняем свои средства в виде недвижимости, плюс получаем какую-то сверхприбыль. Также у нас в это портфельное инвестирование входит некоторые венчурные направления. То есть мы развиваем технологические проекты на венчурном рынке, скажем так, которые и так приносят прибыль, и плюс при этом на отрезке от трех до пяти лет должны дать хороший профит. Это вот 60%. То есть 60%, еще раз повторюсь, это от двух до восьми лет. 20% портфеля – это средний срок. Средний срок – это до двух лет. Средний срок – это в основном криптовалютные активы. Это в том числе фондовый рынок, акции, облигации и некоторые тоже технологические проекты. И еще 20% – это краткосрок, так называемый, то есть дейли трейдинг и криптоактивы, которые показывают рост среднемесячный. И сейчас именно эти 20% последние два года как раз таки дают основную доходность текущую. Так складывается основной весь портфель наш. Ну что же, давайте теперь с другой стороны зайдем. А чьи, собственно, средства? Кто инвестор фонда Амир Капитал? Кто эти люди, их социально-психологический портрет, род занятий, откуда они, география? И, впрочем, про механику входа в фонд сейчас мы отдельный вопрос. Кто инвестор фонда? У нас международный онлайн фонд, что снимает просто все территориальные и любые другие политические границы. Юридически мы находимся в европейской юрисдикции, мы зарегистрированы и имеем лицензии на управление криптоактивами в Эстонии. Но сами инвесторы, так как наш фонд корнями территория СНГ, это Россия, Казахстан, то и большее количество инвесторов сейчас с этой территории. Но уже все больше появляется европейская и даже уже есть представители нашего сообщества, скажем так, за океаном. Что касается психологического портрета, то в целом у нас нет никаких, во-первых, ограничений на образование. Ну, то есть мы предоставляем возможность для неквалифицированных инвесторов. То есть главное, чтобы человек был совершеннолетним, и он может уже приинвестировать свои криптовалютные средства. А что касается психологического портрета, то мы ориентируемся на тех людей, которые заинтересованы в увеличении своего капитала. То есть в основном это большая часть осознанного населения планеты. Нет никаких психологических ограничений уж точно. Какая механика входа в фонд? Что нужно сделать, чтобы стать его инвестором? Очень простой на самом деле вход. Так как мы технологический продукт, то есть это онлайн фонд, вы можете просто зарегистрироваться и пройти KYC-верификацию в личном кабинете на сайте amir.capital. Тем самым вы уже присоединяетесь через нашу публичную оферту и можете проинвестировать свои криптовалютные средства. Сколько времени в среднем вкладчики фонда находятся? Есть ли некий показатель срок их жизни, скажем так, в месяцах или даже в годах? Все наши инвесторы, мы как семья, они с нами навсегда. То есть все, кто приходят в наш фонд, со временем понимают, как это все работает, как работает наше сообщество. Потому что не только за деньги работает наша группа компаний, то есть мы в основном за развитие, за движение сообщества, про финансовую независимость и так далее. То есть мы занимаемся развитием сообщества, мы даем образовательные курсы, мы приглашаем всех на интересные, увлекательные мероприятия ежегодные, которые мы проводим. У нас есть закрытые инвест-клубы для особых инвесторов, которые хотят путешествовать по всему миру, узнавать что-то новое. Допустим, сейчас в конце ноября группа инвесторов, около 20 человек, выезжает в Японию, чтобы посетить токийскую биржу, завод Toyota и так далее. Поэтому в целом, если мы говорим о сроке жизни нашего инвестора, то это, наверное, равно срок жизни человека. Правильно ли я понимаю, что инвесторы фонда, их верхушка, встречается физически в жизни с руководством, то есть фонд – это не только онлайн-конструкция, но еще и теплое, живое оффлайн-общение, как, например, было в Грузии на день рождения. Конечно, у нас есть и онлайн, и оффлайн-мероприятия, ежегодные, ежемесячные и еженедельные. И здесь даже не только верхушка, любой участник сообщества «Амир Партнерс» может поучаствовать на этих мероприятиях. Разница только лишь в том, на каких условиях. Чем, скажем так, больше вы внесли вклад в развитие фонда и сообщества, тем проще вам попасть на все эти мероприятия. Только в этом разница. Два раза в год мы проводим очень крупные мероприятия. В конце марта и в конце сентября ежегодно проходят в разных странах мира крупные сборы инвесторов и бест-партнеров. Мы представляем там все последние новости и отчеты по всей группе компаний. Последний состоялся как раз-таки недавно в конце сентября, он был в Анталии, где мы как раз-таки озвучили результаты по сентябрь 2019 года и озвучили отчеты всех проектов, которые входят в наш портфель и планы на ближайшие несколько месяцев. На каких мероприятиях, в каких городах и странах до конца года можно будет за оставшиеся полтора месяца, если планируется, где-то встретиться с фондом или это уже история 2020 года? В 2019 году с нами можно встретиться на нескольких мероприятиях, на, скажем так, чужих мероприятиях. Мы очень активно участвуем во всех международных мероприятиях, не только тех, которые организуем мы. И сейчас у нас достаточно большой тур с организаторами международного форума «Где деньги» и «IT крипто», по-моему, называется. Они организовали пять форумов по городам Азии и Европы. Это Нур-Султан, Алма-Ата, Бишкек, Ташкент и Москва. И уже сегодня состоялось первое мероприятие в Нур-Султане, бывший город Астана, столица Казахстана. Там выступал сам президент фонда Марат Манбаев. И уже через два дня он выступает в Ташкенте. Потом останется только Бишкек, Алма-Ата и Москва. Можно встретиться на этих мероприятиях и можно встретиться на ежемесячных мероприятиях АмирТокс. Ближайший АмирТокс состоит в Кипре, где нахожусь я. И в декабре еще будет обязательно АмирТокс в одном из городов СНГ. За этим всем можно следить в наших социальных сетях. Это обычно объявляется недели за две. Ну и под финал, какие планы у фонда АмирКапитал на 2020 год? Давайте озвучим, это перспективы более-менее понятны любому игроку в нашей индустрии. 2020 год у нас ожидается очень интересный с точки зрения развития. Мы внутри фонда последние два года озвучиваем так, что 2017-2018 год, после того, как фонд стал открытым для всех инвесторов, это скорее была стадия зарождения. То есть мы формировали свою группу компаний, мы формировали регламентные условия. 2019 год это был годом именно вынашивания. То есть у нас присоединялось очень большое количество проектов. У нас были открыты двери венчура. То есть мы инвестировали в сторонние IT-проекты, мы развивали свое сообщество. И 2020 год это явно год масштабирования, год развития, где мы уже работаем больше не вширь, не на количество проектов, а именно вдаль, то есть на перспективу, на рынки и в качество, в глубину. И поэтому в 2020 году явно у нас откроется представительство в Европе. Скорее всего появится юридическое лицо за океаном в Америке. И там тоже будет развиваться сообщество с семенедельными шагами. Основной план, ну и плюс, конечно, масштабирование развития текущих проектов на эти рынки. Такие проекты, как издательство, которое уже выпускает учебные пособия, книги, как художественную литературу, так и литературу нон-фикшн, про инвестирование и так далее. Потом наш проект Амир Академия, который предлагает всем, не только участникам сообщества, пройти инвестиционную грамотность, курсы криптовалютной грамотности и так далее, тоже все это будет теперь масштабироваться на зарубежные рынки. Это вот основная стратегия на 2020 год. Ну и ваше пожелание, Павел, вкладчикам фонда Амир Капитал, тем, кто следит за ним, или будущим вкладчикам, все, что у вас, что изволит сказать, сердце, разум и ваша душа, как основатель команды сотрудников, сейчас можно дать волю эмоциям и не забывать о здравомстве. Мой посыл практически всегда одинаковый ко всем, кто смотрит какую-либо информацию про наш фонд. Это про то, что возможны в этом мире инструменты, которые дают достаточно хорошие результаты за короткий срок. И финансовая независимость, финансовая свобода или богатство – это все не утопия. Это все возможно и зависит в основном от вашего финансового и инвестиционного образования, что немаловажно. И поэтому, если у вас есть возможность и необходимость поднимать свое финансовое развитие в своей жизни, вы хотите достичь чего-то больше, то попробуйте присоединиться к нашему сообществу. Я думаю, вам это обязательно понравится, и вы сможете достичь небывалых высот. Ну что, говорим, друзья, криптореальность – это уже реальность, это даже не будущее, это уже настоящее. И хотя все только набирает обороты, и не обращать внимания на криптоактивы в том числе нельзя. Поэтому с помощью таких структур, как фонд Амеркапитал и другие совершенно разные структуры, мы погружаемся, изучаем, пытаемся трогать ее ручками, пробовать, что это такое. И любая деятельность на благо того, что называется, имплементация, внедрение криптоиндустрии в мир, она полезна. Поэтому спасибо Павел Волкову, спасибо Марату Манбаюу, спасибо коллеге, что вы это делаете. Павел Волков, начальник проектного офиса фонда Амеркапитал, который поддержал день рождения биткоина в Грузии 30-31 октября, был с нами на связи, мы будем праздновать в Грузии и дальше будем следить за судьбой фонда. Поэтому, друзья, это наша реальность, наша жизнь. Приобщайтесь, приобщайтесь, путешествуйте, общайтесь, мир сегодня становится без границ, и криптоиндустрии этому способствует. Удачи вам, до новых встреч.